Всем привет, с вами Ренор и прекраснейшее вам настроение. Это очередная серия летсплея по игре Remote. Смотрите, что я выяснил. Между сериями, оказывается, эти стеклянные двери очень хорошо улучшают настроение колонистов. Так что я думаю, мы будем обязательно это делать. Во-вторых, обычные полы алюминиевые, видите, двоечку всего лишь дают. Эти же полы дают, которые выровнены, четверочку. А кабель ухудшает, который видный, он ухудшает на два, получается, состояние данного места. Так, а что такое? Почему вам здесь что-то не нравится? Может быть здесь пол как-то... Нет, здесь выровнены должен быть. Еще, еще моментик. Ну-ка глянем. Почему-то здесь минус есть, а здесь минуса нет. Видимо, может просто пол, потому что не выровнен. Да, именно кажется, что всего лишь из того, что пол не выровнен. Реакции на стенки я не вижу никакой, ни положительной, ни отрицательной. Вот. Так что думаю, мы будем, где получится, выравнивать стенки. Вот. Также мы займемся обязательно тем, что будем убирать вот эту вот штуку. Также убирать различные приказы. Разберем вот этот вот кабель, кусок. Вот этот вот кусок кабеля точно также разберем. Я хочу заменить его на нормальный уже человеческий кабель. Ну, как человеческий, который нам доступен, скажем так, кабель хороший. И так, где можно, мы будем ставить обязательно обычные двери, стеклянные двери, потому что это, это гуд, это хорошо. Нашим колонистам это нравится, это самое главное. Да, конечно, хоппер ты пополнил, но, ну, конечно, хоппер не исчезнет, а вот эта штука исчезнет сейчас. Да, поглощает до завтра пасты. Прям, перевод, прям сжирает его, видимо. Так, может, я тоже, кстати, ну-ка, давайте посмотрим, у кого есть дороги. Нет, ты сытый до безобразия, так что нормально. А можно все-таки, немедленно. Нет, нельзя. Немедленно, чтобы поел, там, нельзя такого. Прям, надоел до завтра пасты еще. Нет, такого, к сожалению, нет. Чую с яйцом. Что с яйцом? Не знаю, что сделать яйцо. Ну, ну, там есть. Ладно, разбираем сейчас это все дело. Классно. Мне нравятся эти двери из стекла. О, кстати, еще хочу попробовать двери из safety glass. Как они, насколько они хороши или плохи. У нас как раз есть, как минимум одно, даже больше этих стекол безопасных, более крепких, так полагаю. Кстати, об исследованиях. Я хотел еще исследовать, наверное, гидропонику. Вот. Хотя это тоже бы неплохо бы исследовать, но... Нет, я хочу сначала исследовать гидропонику. Оу. Приплыли. Где там? Что там? Что случилось? Вау. Пожар. Так, надеюсь, сейчас все кинуться, тушить пожар. Домашняя область. Да, тут есть домашняя область. Так что все бегом, бегом марш тушить пожар. Что-то где-то. И, кстати, посмотрим сейчас. Вот мод один есть. Вот тот, который позволяет залазить. Я его поставил или нет, я, правда, не помню. Он позволяет залазить на панельки. Не позволяет их тушить таким образом. Давайте быстрее, быстрее, быстрее тушь. Ах, вы тушуны. То есть я даже не успел проверить, работает или нет это дело. Ладно, что делать? Как есть тогда. Построим еще... Или построить здесь уже... Такой ветряк. Потому что, значит, наступает потихонечку зима. И зимой уже будет не так хорошо нам свет давать энергию, да? А как будет лучше давать... А, ветровая турбина. Обломитесь-то. Видите, нужна уже не сталь, а стил. Так что... Так что нет. Не будет у нас ветровой турбины. У нас будет опять здесь две... Три уже солнечные панели. Здесь будет кабель, здесь будет кабель и здесь тоже будет кабель. Надеюсь, ничего лишнего не включится. Кстати, я хочу здесь, наверное, построить еще один маяк. Есть такой маяк. Автохантинг биком, который будет нам позволять всех животных, которые будут сюда заходить, чтобы он просто сразу обозначал, что их нужно убить. Так, исследование. Исследование пока... Можно как-то запретить пока исследование? Нет? Что за потратительно ужасно? Ладно. Так, давайте пока исследование временно потерпит. Здесь более приоритетные вещи. Я думаю, что надо сначала сделать дело, потом гулять смело. Так, теперь мы пересоздаем... Да, для чего я здесь это все сделал, чтобы здесь срочно выровняли полы. Как? Даже так? Точно так? Мне приказ выровнять пол. Или это планировка? А, это планировка. Тьфу-ты. Тьфу-ты-ну-ты. Вот. Потому что это более срочная планировка. Или... Так. Создать, удалить планировку. Все, планировка это была. Убрали. Чтобы быстрее мы вернулись. Так, спать, спать он решил. Ну ладно. Что там у нас еще плохого? А, ну да. Да. Это мы уже узнали, что все плохо. Сейчас у нас станет холодно. Вернее, жарко. Хотя, пока норм, но уже надо, кстати говоря... Эээ... Все. Полная темнота. Ничего не видно. Одни лишь грибы освещают нам во тьме путь. Да. О, кстати, дверь построили. Ну-ка. Так. Восемь. Она дает столько же, кстати, плюсом. А, то есть разницы нет. Что так, что так. Так, ну уже. Господа, товарищи хорошие. У нас тут много дел, которые нужно очень быстро делать. Потому что иначе совсем все плохо будет. Олегки кто-то насобирали. С такими звуками. Лям-лям. Разложили все. Так. И вот эту штуку как-то, наверное, здесь можно настроить. Так. Трешелс. О, можно назначить количество, да? Когда прекращать это делать. Зона Аш вот такая покрытие. То есть я, наверное, погречился. Ну ладно, те, кто был тут тоже неподалеку. Как это настроить? А, вот сеттинге есть. То есть, ага, можно настроить дистанцию. Я, допустим, не хочу, чтобы... Хочу, чтобы только вот... Ну, чуть-чуть, еще назад. Вот так. Вот как только здесь пересечет животное место, чтобы он сразу раз и туда им. Так, трешелда мы не включаем. То есть можно настроить трешелда. Вот, кстати, как их можно настроить? Кого охотить? Всех охотить. Хорошо. Считать мясо. Нет. Считать все мясо. Считать ли вообще мясо трешелда? А можно поставить, да, чтобы... Какой минимальный, да, трешелд? То есть, чтобы как вот начнется, допустим, у нас 100 мяса. Да, например. Вот как останется 100 мяса, чтобы началась охота. И сколько... Сколько надо на охотить? Но мы это не будем делать. Нам это не нужно. Мы просто хотим, я хочу, чтобы все животные, которые здесь появлялись, чтобы их помечало на охоту. И почему? Видимо, он пока еще не зашел. Сейчас зайдет. И... А, ну да. Да, да, надо включить. Все. Паметка есть. То есть, все, которые будут заходить, волчатся на много животных, точно так же будут помечаться на охоту. Да. Правда, так мы стрелять будем по ним весело. Давайте пока мы остановим этот ужас. Потому что есть более приоритетные, наверное, дела. Обзор... Да, 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 пока охоту мы отменим. Отменим совсем смысл. Исследование вернем на место. И здесь нужно построить обратно. Раз уж все почистили, да? Во-первых, кабель протянуть. В принципе, можно уже досюда протягивать, но все равно не придется вот тут тянуть дальше. Вернуть на место дозатор пасты, потому что пока мы больше не готовим никак. А, пока кабель не протянут, нельзя. Ладно, подождем пока протянут кабель. Так. Я ранен, да? Погречивался с исследованиями. Так. Иди. Иди быстро починяй. Да. Что, куда? Да. Не срочно нужно, чтобы его поставить. Дозатор пасты, иначе вы будете заниматься сыроедением. Это ни к чему хорошему не приводит. Насколько мне известно. О, кстати, здесь темно. Надо здесь поставить лампочку. Здесь у нас такая лампочка классная. Мне интересно, сколько она потребляет, правда. Так. Это корзина. Это... Вот, вот такая вот лампочка, кажется. Это просто обычная лампа, просто выглядит, выглядящая иначе, и стоящая дороже. Это, кстати, дешевые лампочки. Но эти экономные. Давайте сделаю лампочку вот сюда. Вот. Вот такая вот лампочка будет на проходе. Она будет более симпатична, как мне кажется. А, и да, 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 вернуть нужно кабель еще вот сюда протянуть. Да, и здесь тоже, кстати, соединим. Потому что, в принципе, они теперь не видны. Ничего нам не портят. Поэтому почему бы и да. Почему бы не улучшить. И вот у нас прекрасная, красивая лампочка. Ну-ка, сколько она дает? Плюсом. 34 плюсом. То есть это тоже объект, украшающий помещение. Это классно. Так, кстати, как у тебя мысли по поводу комнаты? Поем немножко вилок. Так, просторный интерьер пока, да, пока ничего сверхъестественного он здесь пока не видит. Вред приступил к исследованию. Ну ладно, пускай тоже раз уже все переделано. Ага, раз уже все переделано, я хотел сделать еще такую вещь, как разметить как минимум зоны, да, под... Так, сколько вот у нас, кстати, посмотрим длина зоны максимально, которая не обрушивается. Так. Одиннадцать. Вот одиннадцать, вроде написано, что, типа, должно удерживать. Давайте сделаем планировочку, продлим нашу сюда. Стол потом его переместим куда-нибудь. Вот я хочу здесь, у меня чтобы была зона. Так, одиннадцать на одиннадцать сначала. Вот такие вот зоны я смогу, получается, огромные помещения делать, максимально огромные, да, скажем так. Это пока только планировка, опять же, ни к чему не обязывающая, но позволяющая мне здесь разместить... И вот так вот с уголков, кажется, нужно убирать, чтобы было... Ай-ай-ай-ай, чтобы было безопасно, это все. Ну-ка, еще раз проверим. Да. Она подходит по размерам четко сюда. Здесь тоже. Вот такие вот зоны можно делать, получается, для каких-то нужд своих замечательных. Максимально. Первая зона, которую я сразу, наверное, буду раскапывать, это зона под... Я хотел сделать... Так. Что-то. Что-то где-то закралось. Шесть на одиннадцать. Семь на одиннадцать. Ага, где-то закралось. Вот, вот так, правильно. Что это такое? Здесь какая-то... Какая-то пустота. Ну да ладно. Надеюсь, ничего опасного там не будет. Первая зона, которую я хочу, это зону получить для... Нашей одежды, потому что зима приближается. Вот, и одежду нужно где-то делать. Создавать текстиль наш, текстильную промышленность. Вот, поэтому, конечно, первым делом займемся именно такой зоной. Надеюсь, ничего мне на голову не упадет. Как с гидропольника, кстати, дела. Пока еще в процессе. Хорошо. Хорошо. Так, вот это нужно убрать, потому что это плохая штука. Пока они там копают, я размечаю, чтобы подсобрать. А там, где, кстати, сглаженный пол, уже вроде как ничего нового не произрастает. Ну, полезная такая прибавка, в принципе, к еде. Грибы, кстати, содержатся в своем составе хитин. Поэтому они очень долго держатся в организме. Да, то, что вот насекомых. То есть и в грибах, не удивляйтесь. Также в грибах есть глютамат натрия, который, на самом деле, это обычное явление в природе. Который добавляет вкусности и полезности. Ну, не полезности, но вкуса он добавляет к блюдам. Не только в грибах, на самом деле, но вот грибы один из таких вот продуктов, которые добавляют к себе еще глютамат натрия, в которых содержится. Что еще из полезного? Попопопопопопопопопопопопопопопопопоп. Даже вот так. Олень в бешенстве. Враждебные механоиды. Сразу, сразу. Так, где этот бешеный олень? Давайте посмотрим. Бешеный олень за территорией. Это хорошо. А где теперь враждебные механоиды? Перейти к месту. Где? Где враждебные механоиды? Вот прямо нам на голову свалились, да? Так. Бешеный олень и механоиды. Бешеный олень и механоиды. Механоиды и бешеный олень. Знаете, что я вам скажу? Мне ни то, ни другое не нравится. Мне ни бешеный олень не нравится, ни механоиды не нравятся. Честно. Потому что я, насколько понимаю, сейчас сюда. Так, через shift можно вас выбрать? вот ну а можно через shift выбрать давайте ребятки вот сюда пожалуйста быстро бегом я бы сказал бегом я а я я я все-таки не получилось мне обойти эту гадость а как так получилось что я получился быть я хотел ее давай быстрее 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 давай включить есть так что у нас повреждено здоровье левая нога хирургический шрам здесь хирургический порез рез принципе жить можно так эти штуки отключились так он один тут здоровье да у него ядро треснуло ядро больше нет надеюсь этих гадких созданий до этом механоиды которые добавляются модом так теперь вы товарищи почему только один шифт шифт давайте надеюсь сейчас осталось разобраться с бешеным оленем так 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 что такое почему такая скорость бешеный олень включить вот психоз так на всякий случай один сюда второй сюда понятно так давай надо было дальше отходить бешеный олень бегом назад отступаем отступаем сказал а ты его да ты его ближнем бою а ты вот сюда как-то парализатором отлично все не надо не надо теперь нет надо ближний бой ближний бой колотить его чем есть так выключаем эту штуку каким-то чудом у меня получилось выжить интересно что это за да с этих паут этих паучков как-то можно самим делать я правда не знаю как к сожалению чё добили этого или бешеного так здесь зону свободно да уж все есть готов так все распускаемся все распущены каждый там у друга сейчас будет лечить срочно умнорочно так полагаю да да ты куда бежишь так ты бежишь отдыхать я даже все понимаю так а ты бежишь на медицинскую кровать правильно ты пока попробуй перекусить но это это зря то сделал сейчас нужно будет идти срочно лечить товарища уже товарищ может тебя полечить так и немедленно лечить давай кровотечение все такое надеюсь шрамов не останется в общем хирургический порез принципе там не такое страшное дело как как успехи так залечил хорошо дальше как-то не очень конечно залечил но пойдет так и теперь ты что делаешь нет ты точно также немедленно лечить нашего товарища друг друга в одиночку уже пришлось бы лежать да и ждать пока сама все затянется жесть жесть такой ужас двойная атака просто двойная атака ну каким-то чудом мы поговорим о том о всем обсудим как же это все было попугаемся подумаем так они считал приказ да тут же все раскопали то есть надеюсь все таки эта штука кстати говоря можно просто разобрать потом то есть просто она исчезнет то есть никаких ресурсов для ее потребления что такое что еще ну показывай покажи что пришло что прилетело то что-то прилетело прямо к нам на склад ну что прилетело непонятно что прилетело то вот пиво и пиво с неба пасы прилетела но это хорошо то хоть что-то полезное прилетело кстати она портится или нет берем как наверное данного портится на улице где-то нужно склад под пиво организовать давайте пускай она здесь будет такая маленькая зона пока что на которой будет храниться брать все здесь будет храниться пока что пиво прочитать с рационом у нас как раз две штучки мы как проснемся как очухаемся так тебя как полечили да все-таки шрам а другой шрам этот выздоровел отлично отлично этот здоров вот а шрам небольшой все прекрасно и и сразу по пивку нормально все хорошо все стало алкоголь на веселе на качество работы работа немножко до 2 процента упала но тем не менее зато у него есть положительный баф и в принципе мол они там прям такие сходят сидите со стаканчиком и классно так оленя у меня он должно быть срочно разделан ты куда пошел а тазер хорошо здесь один тазер откуда ты взял свой тазер или что то что из рук его выдали это еще один тазер что-то я не понял черт чем снимался чем там делом так оленя немедленно перенести я так думаю и также то есть у нас здесь еще хранятся пока что тушит животных давайте это тоже исправим зоны склад здесь мы не храним трупы животных мы храним их сугубо вот в этом месте и в принципе давай разделы сразу этого оленя на столе мясника на столе мясника чтобы мясо уже поступило сразу куда ему нужно поступить а именно на склад все оленятина лежит там где и положено лежит кровь кровь за собой брал правильно убрал рабочее место молодец так и надо что еще что то что делаешь а краулер на свалку правильно нет не я не помню их нужно как-то иметь в запасе или не иметь чтобы из них что-то сделать но функция фишка в чем что потом их можно приспособить как домашних животных типа таких да которые будут вам простейших действиях будут помогать давайте помечать деревья которую вижу что уже подросли достаточно чтобы их срубали вот отсюда все складом склад надо почистить все правильно пивко принес приволок еще вот пивко есть не собранное ничего ничего пивко потом сюда притащим фух пережили атаку это просто шикарно я даже не знаю тебе осталось дождаться того чтоб здесь сделали нам место под аптеку правда вот меня вот немножко смущает вот это дело и под аптеку а под текстиль текстильное производство чтобы здесь началось надеюсь сейчас ничего не обвалится вот я смогу потом здесь как раз это место задействовать полноценно полномасштабно вот так пока мы не будем раньше времени тратить наши ресурсы виде времени работ на вот эти участки хотя на самом деле уже нужно задумываться задумываться конечно нам по поводу места для еще одного колониста также задуматься нужно уже о тюрьме наверно отдельный до какой-то они такое вот что используем куда используем этот сек уже есть это классно конечно но недостаточно как мне кажется классно хорошо конечно что есть такие кровати модные у нас затем можно какой-нибудь ход кей на это отключать или нет это постоянно тыкать тоже неудобно я просто на самом деле рад что что еще посещает посещать я пока не буду заморачиваться наверное все таки что-то вот слишком много носишь это конечно хорошо что ты носишь даже прекрасно но давайте наверное немножко потом перенос чуть-чуть будет менее приоритетным чем все остальное мне так кажется будет более правильно вот фермерство да на двоечку ладно пока и весь возможность растить давайте пока будем выращивать а садоводство тоже это важный момент как мне кажется мне очень не хватает конечно же на строительство троечку пока что ремонт тоже на двоечку контроля если тут надо единичку излечения это что это пациент отправляется кровать если это вообще сразу бегом бегом марш говорится так пока кто нас более хороший доктор уже конечно да пока пока доктор у нас один исследователь исследователь у нас вот этот участок чтобы был приведен в порядок после рабочего дня пошел принял на грудь и хорошо все грибы растут такой вот дополнительное конечно да глаза три пасты никакого вкуса не остается но потом когда мы будем делать блюдо для разнообразия получается у нас будет еще и грибы это опять же на самом деле хочу доделанное дерево давайте вы просто услуги что-то им с ним было нехорошо хорошо поэтому стоит просто срубить на и все она кабан и она идет ладно ребят всем спасибо за просмотр получается обвалится или не было обвалится на нас этот участок и вот что это за такое почему это нельзя а это просто другая порода все место почему повиделся правда иначе я честно говоря не знаю вот обвалится это все на нас или не обвалится мы узнаем в следующей серии пока пока счастья вашему дому и до следующих эпизодов